Приветствую, друзья! Сразу хочется дать конкретное, практически полезное, но я сейчас должен сказать главное. Программное из нашей школы Человек Будущего. Иначе называемое Школой Человечности. Мы учим детей и взрослых думать, а не только использовать шаблонное мышление. Такого раньше не было. Раньше было так. Повторяй, пока не получится. Повторяй, не мать учения. И главное правило у нас сейчас – не подражать авторитетам, а всё ставить под сомнение. Потому что творческий подход – это искать максимально простое решение через призму общечеловеческих ценностей. Учим взрослых вспоминать состояние детской естественности при нашем взрослом уме и опыте, используя новейшие технологии развития изобретательского мышления. не шаблонного мышления, где включаются приёмы саморегуляции по методу ключ и техники озарения по заказу. Чтобы вы могли по своему собственному желанию, по своей воле находить вот эти оптимальные решения в условиях полной неопределённости. Потому что неопределённость – это наше будущее, а в нас ответы на наше будущее. Он говорил так однажды как-то, зайдя к нам в гости, академик Фролов Константин Васильевич, мой большой друг, директор Института машиноведения. Он вошёл к нам и сказал, мы, учёные, задаём будущему вопрос, будущее, что нас ждёт в будущем, и мы не слышим ответа. А какой был Константин Васильевич, да? Мой большой друг, о-о-о, какой был большой друг. И поэтому в Институте машиноведения я там, в лаборатории профессора Петухова, Валентина Сергеевича, занимался вопросами биомеханики. Я там методику ключ использовал, и уже учебники для 10-11 классов российских школ, синхрогимнастика из метода ключ от профессора Матвеева. Это очень важно, чтобы сейчас как можно больше людей были захвачены этими идеями, о которых мы говорим, и этими практическими, советными, полезными для всех и каждого. Вот, например, Акбар, участник нашей школы, написал про прошлый мой бесплатный ролик Лигбеза. Там я говорил, что если что-то тебе кажется, ущипни себя. В виде такого афоризма. Он написал, это же можно использовать и при тупике, и быстром поиске решения, когда нужно моментально найти выход. Но и при нетренированности можно зависнуть на уровне сознания тела. Вот тогда вот это болевое ощущение, которое мы в этот момент можем создать сознательно, выводит из этого зависания. Ну, как я показывал, вот эти вот чисто практически полезные для вас. Все пять пальцев на одной руке, пять пальцев на другой руке. И здесь вот ноготочком можно так зажимать в условиях любой неопределенности. Вот у вас, например, зажал стресс или страх, или головная боль. Или, как в прошлом ролике я говорил, Сима не могла разогнуться, схватила поясницу. И она вот этим зернышком, зернышком, вот так вот это сделала. Сжала его так сильно-сильно-сильно, гречишное зерно. Что пуленьку попалось. Потому что она участник нашей школы Человек будущего. Она тоже сообразила, что вот это можно сделать вот этим зернышком. Потому что оно граненное, как алмаз. И она держала его, как она написала мне в прошлый раз. Держала, держала, держала. И разогнулась. И боль прошла. А вы что мне еще написали? Здравствуйте, Хосай Магович. Когда нервничаю и нет возможности сделать упражнения, начиная их вспоминать. И через некоторое время уходит нервное напряжение и страх. Вчера была у Жубного. Тоже переключалась с напряженного состояния. И не заметила даже, как в мыслях начала планировать свой бизнес. О чем вам благодарна. Еще написал Акбар. Великолепное изобретение зерном гречки. Это же может быть якорем. Так как всегда на предмет легче перенести ответственность, чем на себя. Про себя часто забываем в стрессе, а про таблетки нет. Ну да, действительно, поэтому легче таблетку вспомнить, чем на себя. Так и такое зернышко можем всегда носить с собой, как таблетку. Только куда полезнее и дозу не надо будет поднимать. Теперь эту таблетку изобретение мы всегда можем носить с собой. А про лекарства, когда мы говорим, так же дозу поднимают, когда адаптация. А таблетку в виде вот этого зернышка можно носить с собой, он пишет. Я как-то писал про случай со своей спиной, пишет Акбар, когда подтягивался на турнике и резко повесил на вытянутых руках и потянул сильно поясницу. В тот момент так схватило, что ни сесть, ни лечь. Только замер. Тут же в этот момент я заметил, что стою слегка наклонившись, и что в этом положении вроде не так больно, пока не пошевелюсь. Застыл, застыл. И с каждой секундой мысли все накручивались и накручивались, что теперь может всю жизнь болеть и что вообще сейчас делать, что делать. Но я заметил, что я когда только свет с турника и сразу схватила спину, я принял пользу статуи и дыхание стало застывшее. Как при максимальном, так как максимально сосредоточен был на спине, что же теперь будет в ожидании, да? Теперь слушайте. В этот момент, пишет Акбар, я удержал это состояние оцепенения и переключился на дыхание по ключу. Дышал носом и через буквально секунд двадцать я заметил, что и накручивались уже нет, и не хочется. А, и хочется наклониться ниже. Все это я совершил и спокойно выпрямился и пошел дальше. Но вот чтобы заметить все наши инстинктивные реакции и подсказки тела, чтобы негативные мысли не унесли нас в отрицательное развитие ситуации, а наоборот, мы могли вспомнить о наших задачах, и нужно сделать себе, обжать им всех пальцев, то есть создать на уровне боли подобные по болю сознательные боли. Ну что сказать? Молодец, Акбар, спасибо тебе. Так, всем спасибо, кто пишет комменты. Пожалуйста, пишите комменты, ставьте лайки, делитесь в группах, потому что такой школы, как у нас нет. Потому что Иисус Жок в мире известен. Хорошая методика. Но мы же применяем это для развития изобретательского мышления. Тут совсем другая доктрина. Не просто себе помочь в трудной ситуации, но использовать таким образом, как в Айкидо, чтобы напряжение стресса, страха, боли, вот это вот напряжение перенести на решение ваших задач, которые казались нерешаемыми. Скоро вебинар, скоро объявление. Будет примерно так называться. Играй в свою игру, вспоминай в детстве, что ты играл, как мы в прошлый раз на бесплатном ликбезе всем показывали, столько было положительных реакций, отзывов, столько было счастья, улыбок. Будет еще больше. Играй в свою игру, мы даем вторую часть. Объявление скоро будет. Продолжение следует... Продолжение следует...